Я сейчас тебе отомщу, по-моему, в самый подходящий момент у меня. Будешь знать, как над моей машинкой новенькой издеваться и меня в сарай запирать. Так, ну вроде бы все попы ты собрала. А, вот еще один. Блин, такое чувство, что Толик мою машину просто все обклеил попитами. Ребята, ведь я права, что это был Толик. Только он мог так дерзко поиздеваться над моей машиной. Боже мой, какая же я злая. Я даже не знаю, как же ему отомстить. Кстати, сейчас я все эти попытки положу в машину, а сама посмотрю, кто же это все вытворил. Я же у вас спросила, у меня же есть друзья. Ведь так, ребята, если кто-то из вас считает себя моим другом, обязательно с вас лайкосик. Вы же мне написали 100%. Так, сейчас комментарии откроем, почитаем. Это Толик, это Толян. Так, а ну-ка ниже. Это все Толик подстроил. Он обклеил твою машину попитами. Ребята, я так и знала. Я даже не сомневалась в том, что это Толик. Теперь мне надо придумать какой-нибудь коварный план мести. Так, вначале мы разберемся, где же он. Сейчас тихонечко прокрадемся в дом и посмотрим, чем он занимается. А потом, я думаю, у меня быстренько созреет план, как же ему отомстить. Ладно, я пошла, только тихонечко. Как же классно, ребята, когда никто не мешает и на мозг не капает. О, смотрите, какой вел себе достал, нашел. Настоящий реалитет. Айс. Кстати, пишите в комментах, у кого был такой же или сейчас есть. У меня он в каком состоянии классном сохранился. Еще обклеен мотиками всякими. Вообще огонь. Ладно, пойду в доме отдохну, а то уже накатался. Не поняла. Ни на диване нету, на кухне нету, а нигде Толика нету. А что это за дела-то такие? Куда он мог уехать? Машина на месте, значит, никуда далеко не уехал. Пожалуй, оставлюсь здесь. А Леночка, пускай там еще в сарае посидит, а я пойду отдохну на диванчике. Ничего себе, на велосипеде как он приехал. Ё-моё, оставил меня в сарае, а сам на велосипеде. Ого, настоящий аист. Сейчас же таких не купить. Интересно, где он его взял? Ой, блин, ну я уже накрутил педали, то накрутил. Походу, столько калорий сбросил, что уже похудел немного. Ой, интересно, как там эта Леночка? Что сидит там, да сидит. Ха, может её освободить, чтобы ужин приготовил какой? Как вы думаете, ребята? Ладно, решать вам. Пишите в комментариях, каких будет больше, так и поступлю. А пока вы пишите, я немного вздремну. А потом почитаю всё. Фух. Прилёг на диванчик. Ребята, а у меня созрела гениальная идея. Он сейчас накатался на своём велике. Сто процентов немножко устал и захочет вздремнуть. А мы сейчас сделаем из него попит человека. Попит трянку мы лучше сделаем с него. О, обклеим его. Всё лицо обклеим его попитами. Видали такое? Если нет, смотрите дальше. А то мне нравится моя идея, обязательно свасла и косик. А я побежала готовиться. Ну, вроде бы всё готово. У меня есть двухсторонний скотч и ММДемс. Сейчас Толик будет полностью обклеен этими ММДемсами. А когда проснётся, он подумает, что у него попит трянка. Так, интересно, что там он? Так, посмотрим. Кажись, заснул. По крайней мере, лежит без движения. Ладно, будем на чеку тихонечко пробираться. Скрипучая эта дверь. Так, ну вроде бы тишина. Значит, можно идти дальше в разведку. Так, хорошо спит. Ребята, он обклеил мою машину попитами. А сейчас обклею я его скитлсами. Вы когда-нибудь такое видели или нет? Сейчас маленькими кусочками наклеиваем ему на лицо двухсторонний скотч. А потом туда клеим скитлсы. А когда он проснётся, никогда в жизни не догадается, что это такое. Ну что, приступим, пожалуй. Так, маленькими кусочками сначала клеим ему скотч. Так, блин, тихо надо, но я стараюсь побыстрее это всё сделать, чтобы он не проснулся. Ну, я думаю, он хорошо заснул и накатался на велике. Поэтому у него глубокий будет сон. Так, кстати, ребята, у меня тут ещё одна мысль созрела. Обязательно насматривайте видос до конца. Что будет дальше и что я ещё задумала, никто никогда не догадается. Аккуратненько, аккуратненько. Так. Ещё пару штучек. Так, чтобы наверняка было. Сейчас у нас Тоник станет неузнаваемым. Так, по-моему, надёжно я приклеила этот скотч. Ну и всё, ребята, дело осталось за малым. Теперь наклеиваем ему ММДЭМС. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто любит из вас ММДЭМС. Я его просто обожаю. Но ради того, чтобы постебаться над Толиком, я готова пожертвовать целой пачкой. Посмотрите, как сейчас миленько будет приклеиваться. И держится. Оп. Какую сюда жёлтенькую. Сюда синенькую. По-моему, Толик такой ржачный с этой попетрянкой. Ладно, я думаю, что хватит. А я сама погнала быстрее ещё воплощать один план в реальность. Пока клеила ему эти скитусы, ко мне пришла гениальнейшая идея. Обязательно досматривайте видос до конца. И тогда увидите, что же произойдёт невероятного. Всё, погнал. А вот он, дорогой мой. Я видела, как на него Толик смотрел прям влюблёнными глазами. Интересно, где он его взял? А, небось, велик с детства его. Но машина-то мне тоже дорога. Нечего над ней издеваться. Тем более она новая. Как можно было вообще придумать такое? На мою машину наклеить мои любимые попытки. Так. Но Толика велик мы не будем обклеивать попытками. Кстати, ребята, а помните видос, где Толик с моего велосипеда снял колесо? И оставил меня вообще на распутье. Я чуть ли не понятно как тащила его домой. Да, что же мне сделать? По частям разобрать мы не будем разбирать. Ребята! Вы такого ещё не видели. Мне бомбезная идея пришла в голову. А как вы смотрите, если мы этот велосипед полностью уничтожим? Не знаете как? А я придумала. Если мы сейчас этот велосипед обольём бензином и подожгём. Вот это будет улёт. Вот это будет убойно. Только, пожалуйста, так стебаться над Толиком могу только я. Ни в коем случае никто не повторяйте этого дома. Потому что Толику мне всё-таки стоит отомстить. Ладно, где-то у меня в машине припрятана канистра с бензинчиком, которым мы сейчас его обольём. Погнала я.